Фотографии отобраны, пронумерованы и почти все уже распечатаны. Но одно из важнейших условий – заламинировать, то есть надеть на каждую фотографию тонкую пленку, ведь экспозиция располагается под открытым небом. Подготовительная работа заняла достаточно большое время, и вот старая экспозиция, посвященная труженикам района, демонтируется, и на ее месте постепенно появляются новые фотоснимки. Организатору выставки Владимиру Меньшову, как всегда, помогает старый друг Виктор Маркин. Четвертая, 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 третья, третья, пока это вот первая. Сабина Ивановна любит отдыхать в этом сквере, рядом с домом читает газетку и с любопытством ждет новой выставки. Душу все раздирает, просто душу, без слез не посмотришь, а надо. Наша история, куда денешь ее эти года. Тут же посмотреть на только что повешенные фотоснимки подходят и другие горожане. Для удобства на каждом стенде фотографии определенного периода. Здесь будет как бы ретроспектива показа праздников. Вот там 60-е и 70-е годы, 80-е и 90-е годы, 2000-е годы, и вот последний год, 4 стенда. Фотографии брали из своего архива и из архива историк-культурного центра. Особенно те, чего-то черно-белые фотографии. Но в историко-культурный центр эти снимки приносили и продолжают приносить местные жители, чтобы сохранить память о своих родных для истории города и района. Ретроспективу показа праздников Дня Победы можно увидеть в сквере «Юность» до конца мая. Татьяна Брулова, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин